Бисмилляхи рахмани рахим. Альхамду лилляхи вахдару. Вассалату вассаламу аля ман ла набия ба'рда. Ассаламу алейкум варахматуллахи в баракату. Дорогие телезрители, по милости Всевышнего в прошлой нашей программе мы начали с вами разговор о злословии, одном из тяжких грехов, который приносит человеку и обществу много зла. Мы сказали о том, что злословие — это упоминание тобой об отсутствующем человеке, чего-то, что ему не понравилось бы, если бы он об этом узнал. Давайте продолжим наш разговор. Необходимо знать, что злословие не ограничивается словами. Как вы знаете, злословие запрещено Всевышним потому, что содержит в себе покушение на достоинство человека, упоминание его недостатков и пороков, желание представить его людям в неприятном для него виде. Поэтому неважно, каким образом это происходит. В виде прямых высказываний или в виде намеков. В виде слов или в виде жестов. В устной или в письменной форме. Все, что имеет целью опоротить человека за глаза, входит в понятие гриба. Злословие. Послушайте, что поведала нам супруга нашего пророка, саллаллаху алейхи вассалям, благочестивая Аиша. Как-то раз сообщила она, к нам в дом вошла некая женщина. Когда она ушла, я сделала жест рукой, указав на то, что она низкого роста. Увидев это послание к Аллаху, саллаллаху алейхи вассалям, сказал мне, Ты совершила злословие в отношении нее. Одним из самых отвратительных видов злословия является пародирование человека. Потому что оно сильнее по выразительности. Например, подражание его походки. Или изображение того, как он прихрамывает. Или того, как заикается. И так далее. Поэтому, когда однажды Аиша, доводит доволен ею Аллах, захотелось изобразить некого человека, пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал ей, Ма ухиббу анни хакиту инсанан, ва анна ли каза ва каза. Мне не захотелось бы изображать какого-нибудь человека, даже если бы мне за это дали и то, и это. Осмеивать человека в письменной форме, в письме, в сообщениях смс и так далее, это один из видов злословия. Потому что язык письма подобен языку речи. Вообще, злословие может выражаться во множестве разнообразных форм, и самая отвратительная из них является та, которая совмещает в себе одновременно два тяжелых греха. Злословие и ханжеское показное благочестие, рья. Примером этой формы злословия, когда человек не только злословит, но и занимается показухой, разухой являются слова «Хвала Аллаху, который не испытал нас такой низостью, как заискивание перед правителями и гонка за мирскими благами». Или слова типа «Пусть Аллах защитит нас от бесстыдства». Целью человека при этом является опорочить отсутствующего брата или сестру, но он делает вид перед людьми, что его цель – восхвалить Аллаха или помолиться Аллаху. Иногда человек облекает злословие в одеяние похвалы. Он порочит человека, но делает вид, что хвалит его. Например, говорит, такой-то молодец и умница. Раньше вот так хорошо поклонялся Аллаху, изучал Куран, но вдруг, к сожалению, расслабился, потерял былое рвение. Его постигло то, что постигает всех нас, недостаток терпения. Тот, кто услышит эти слова, подумает, что произносящий их преисполнен искренности и доброжелательности. А на самом деле? На самом деле его целью является опорочить и очернить. Кроме того, он упоминает о себе, о своей слабости и словно бы порицает себя, а на самом деле хвалит себя, желая представиться в глазах людей таким скромным, самокритичным, самобичующим праведником. Таким образом, он одновременно совершает три мерзких поступка. Злословие, он злословит, он занимается показухой и самовосхвалением. Иногда человек говорит о ком-то, меня так печалит то, что происходит с ним, так расстраивает его легкомысленное поведение, я так прошу Аллаха, чтобы он исправил его и указал ему правильный путь. На самом же деле он врет. Он врет, что переживает за своего брата, и мольба его фальшивая. Если бы он на самом деле переживал и молился, то делал бы это втайне от других. В общем, проявление и злословие множество, оно способно произрастать в различных формах и принимать разнообразные, трудно различимые для самого человека образы. Оно может облачаться в одеянии благочестия и добра. По этой причине нужно быть очень осторожным и бдительным. И всякий раз, собираясь сказать что-нибудь о ком-то из людей, спрашивать самого себя, что движет мною, каковы мои истинные цели, не являются ли мои слова завуалированной формой злословия, не толкает ли меня сатана в очередной раз на тяжкий грех поедание мяса моего брата или сестры по вере. Всегда нужно помнить о том, что Аллах знает о том, что мы делаем явно и о том, что таится в наших сердцах. Теперь давайте поговорим о том, что обычно побуждает человека к злословию, какие причины толкают его на это. Таких причин много. Но мы с вами ограничимся упоминанием семи из них. Первая и самая главная причина – это недостаток богобоязненности. Это недостаток страха перед нарушением запретов Всевышнего и перед его наказанием, чье сердце чтит Аллаха и возвеличивает его. Кто помнит о том, что находится под постоянным контролем Создателя, тот остерегается сделать, произнести или замыслить что-то, что гневит его. Вторая причина, толкающая людей на злословие – это затаившаяся в сердце злость на кого-то. Желание дать этой злости выход. Каждый раз, когда в его душе вспыхивают гнев и раздражение против этого человека, он пытается погасить их при помощи злословия в его адрес. Третья, очень часто встречающаяся причина злословия – это желание угодить людям и поддержать нравящийся им разговор. Как это происходит? Человек видит, что люди, с которыми он находится, с которыми он общается, наслаждаются, перемывая кому-то кости. Он понимает, что если станет высказывать им свое порицание, прерывать их «интересный» разговор, они будут тяготиться его компанией и избегать его. Поэтому он поддерживает их в их грехе, подстраивается под них и полагает, что таким образом строятся хорошие отношения с людьми и завоевывается их расположение. Четвертая причина, толкающая людей на злословие – это желание поднять себя в глазах окружающих посредством принижения другого человека. Например, человек говорит про кого-то, он невежда, он джагель, он ничего не понимает, желая таким образом подчеркнуть свое превосходство. Пятая причина, побуждающая многих к злословию – это зависть. Завистнику невмоготу видеть, как люди хвалят какого-то человека, восхищаются им, любят и уважают его, прислушиваются к его слову, и это побуждает его плохо высказываться в его адрес, надеясь, что люди разочаруются в нем. Шестая причина – стремление позабавить людей. Человек начинает рассказывать о ком-то нелестные вещи или пародировать его, желая рассмешить окружающих. Некоторые даже делают это в своей профессии и способом зарабатывания денег. Седьмая причина – это желание человека продемонстрировать свою осведомленность, показать, что он в курсе всех событий, в курсе всего происходящего. Таковы семь причин, которые толкают человека к злословию. Далее обсудим очень важный вопрос. Всякое ли нелестное высказывание о ком-то за глаза является запретным, харамом? Или есть какие-то исключения? Да, исключения есть. Высказывание о ком-то за глаза допустимо в том случае, если это необходимо для каких-то правильных, одобренных религией Аллаха целей. И достичь этих целей иным путем невозможно. И таких исключений шесть. Первое исключение. Когда человек подвергается несправедливому притеснению. В таком случае ему разрешается обратиться к правителю, судье или к какому-то другому власть, имущему лицу и пожаловаться на притеснителя. И это не будет запрещенным злословием. Второе исключение. Когда кто-нибудь совершает нечто греховное, порицаемое, богопротивное, и ты не можешь остановить его иначе, как обратившись за помощью кому-то, кто может на него повлиять, кто может удержать его от греха, кто может поговорить с ним. Ты обращаешься к этому влиятельному человеку и говоришь ему «Такой ты совершай то-то и то-то». Удержи его, воспрепятствуй ему, поговори с ним. При этом твоя цель остановить грех, устранить порицаемое. Если же тобой движет иная цель, то твой поступок опять-таки будет запрещенным злословием. Третье исключение. Когда тебе нужно получить фетву, то есть религиозное заключение по той или иной проблеме, возникшей между тобой и каким-то человеком. В таком случае тебе дозволяется обратиться к лицу, обладающему религиозным знанием и уполномоченному отвечать на религиозные вопросы и сказать, например, «Мой брат или мой дядя поступает в отношении меня так-то и так-то». Имеет ли он на это право? «Каким образом я могу добиться соблюдения и моих прав?» При этом хотелось бы отметить, что лучше и дальше от греха не упоминать в вопросе конкретных людей, а задать вопрос опосредованно, сказав, например, «Что вы скажете о ситуации, когда человек поступает так-то и так-то в отношении своего брата или своего племянника?» Четвертое исключение. Когда необходимо предостеречь верующих от зла. и подать им добрый искренний совет. Что сюда относится? Предположим, к тебе обратился человек, собирающийся начать с кем-то совместный бизнес или выдать за кого-то свою дочь или жениться сам, и он просит твоего совета. В таком случае ты обязан рассказать о тех достоинствах и недостатках, которыми обладает тот, с кем он решил вести совместный бизнес или решил породниться, но только при условии, что ты делаешь это из искренних побуждений и будешь говорить только о тех недостатках, которые имеют непосредственное отношение к делу. Пятое исключение. Когда кто-то открыто и ничуть не стесняясь огласки совершает какой-то грех или открыто заявляет людям о своей приверженности какой-нибудь ереси. Например, если человек открыто пьет, нисколько не скрывает это от людей, еще и гордится этим, то упоминание об этом не будет злословием. Это не будет злословием, но упоминание о других его пороках и проступках, это остается под запретом. И, наконец, шестое и последнее исключение. Упоминание о каких-то физических недостатках в тех случаях, когда они стали прозвищем человека. И иначе невозможно объяснить, о ком идет речь. Например, если люди не могут понять, о каком Ахмаде идет речь, они не могут понять, о каком Ахмаде идет речь, пока ты не добавишь к его имени прозвище глухой, в таком случае и дозволяется сделать это. Но ни в коем случае нельзя применять это прозвище с целью унизить и умолить достоинство человека. Кроме того, если можно вообще обойтись без упоминания прозвища, связанного с пороком этого человека, то это лучше. Если ты уже совершил этот страшный грех, грех злословия, то как его искупить? Первым твоим шагом должно быть покаяние. Тауба. Покаяние перед Аллахом. Покаяние должно отвечать четырем условиям. Во-первых, оно должно быть искренним, совершенным только ради Аллаха. Во-вторых, ты должен испытать подлинное сожаление о том, что сделал. В-третьих, ты должен незамедлительно прекратить совершать грех злословия. В-четвертых, ты должен иметь твердую решимость никогда впредь не возвращаться к этому греху. Далее, ты должен загладить свою вину перед человеком, о котором злословил. Как это сделать? Если он узнал о том, что ты говорил о нем дурное, значит, иди к нему и сообщи ему о том, как сильно ты сожалеешь о своем поступке. Проси его простить тебя. Если же твои высказывания о нем не дошли до его слуха, то тогда не надо сообщать ему о них. Почему? Потому что, узнав о них, он, возможно, сильно опечалится. Он испытает потрясение или возненавидит тебя и не сможет простить. Поэтому, в таком случае, чтобы загладить перед ним вину, лучше сделать следующее. Во-первых, помолиться за него и попросить у Аллаха простить ему его грехи. Во-вторых, рассказать о его достоинствах и похвалить его в том обществе, где ты высказался о нем плохо. Как излечиться от этой страшной болезни любви к злословию? Что нужно делать, чтобы избавиться от скверного недуга склонности к злословию? Всякий раз, когда твой язык собирается повернуться, чтобы произнести нечто, вспомни о следующих шести вещах. Первое. Тот, кто занимается злословием, попадает под гнев, ненависть и кару Всевышнего Аллаха. Чаще вспоминай о том, что очень скоро твой род заполнит сырая земля и что Аллах взыщет с тебя за то, что ты не оставлял в покое его рабов. Второе. Если ты злословишь о ком-то, совершенные тобой благодеяния, савабы, они переходят к тому, о ком ты злословишь. А если у тебя нет благодеяний, то к тебе переходят его грехи. Однажды Хасану Аль-Басри рассказали о том, что некий человек злословит о нем. Услышав об этом, Хасан послал этому человеку подарок. Тогда тот пришел к Хасану и сказал, я злословлю о тебе, а ты посылаешь мне подарок? Но ведь ты подарил мне свои хорошие поступки, и я захотел отблагодарить тебя, объяснил ему Хасан. Другой знаменитый имам Абдулла ибн аль-Мубарк сказал, если бы я злословил о ком-то, то злословил бы о своих родителях, потому что они имеют большее право забрать себе мои благодеяния. Третье. Не лучше ли вместо того, чтобы порочить кого-то, задуматься о собственных пороках и об их исправлении? Как может порочить других тот, кто сам полон пороков? Однажды ар-раби ибн Хусейму, великому праведнику, которому Абдулла ибн Машуд, сподвижник пророка, сказал, если бы посланник Аллаха увидел тебя, то непременно полюбил бы. Так вот ему, ар-раби ибн Хусейму, задали вопрос, почему ты никогда ни о ком не злословишь? И он ответил, я еще не удовлетворен с собой, как я могу заняться порочением других? Четвертое, если у тебя нет того недостатка, который есть у человека, которым ты злословишь, то восвали и возблагодари за это Аллаха и не марай себя грехом злословия, который, возможно, во много раз хуже, чем порок того человека. Имам Малик сказал, я нашел в этом городе, то есть в Медине, людей, у которых не было пороков, но они стали порочить людей и приобрели тем самым пороки. Я нашел других людей, у которых были пороки, но они молчали о пороках других, и их собственные пороки были забыты. Пятое, если ты собираешься засловить о своем брате, то вспомни, что это все равно, что есть его мясо, когда он умрет. шестое, вспоминай почаще те аяты и хадисы, в которых рассказывается о злословии и о том, к чему оно ведет. Однажды пророк сказал, обратившись к людям, знаете ли вы, что значит разорившийся? Да, это тот, у кого нет ни денег, ни имущества, ответили люди. Пророк же сказал, разорившийся в моей общине это тот, кто явится в судный день с намазом, постом о разой, закятом, но выяснится, что он обругал одного, опорочил другого, постигнул на имущество третьего, пролил кровь того, ударил этого, и тогда он станет отдавать свои благодеяния и тому, и этому. А если его благодеяния иссякнут, прежде чем он уплатит свои долги, тогда будут брать грехи тех, кого он обидел и бросать на него, а затем его бросят в адский огонь. В заключение хотелось бы напомнить вам о том, что если при вас кто-то злословит о вашем брате или сестре по вере, вашей обязанностью является остановить злословящего и защитить честь брата или сестры, помните, что если вы не остановите того, кто поедает мясо верующих, то в другой раз он будет жевать уже ваше мясо и не найдется никого, кто защитит от него вашу честь. Пророк саллаллаху судный день от адского огня. Если же у тебя не хватает смелости, не хватает храбрости остановить злословящего, тогда по крайней мере осуди его поступок сердцем и сразу же переведи разговор на другую тему. Или же покинь его компанию. К сожалению, многие поступают наоборот. Если при них скажут плохое о брате по вере, они вместо того, чтобы защитить его честь, подливают масло в огонь и добавляют от себя другое злословие в его адрес. Рассказывают, что однажды Иса ибн Мариям и Иисус, сын Марии, мир ему, обратился к своим сподвижникам с вопросом. Скажите мне, если вы увидите спящего человека, у которого ветер обнажил часть его срамных мест, прикроете ли вы его срам? Конечно, ответили сподвижники. Нет. Нет. Вы раскроете и ту часть его срама, что прикрыто, когда возразил Иса. Пресвят Аллах. Как мы можем сделать это, удивились сподвижники. А разве, когда при вас упоминают о человеке, вы не упоминаете о самом худшем, что в нем есть, тем самым вы обнажаете и ту часть его срама, что прикрыто. Пусть Аллах защитит нас с вами от этого мерзкого греха. Пусть Он ведет всех нас к тому, что Ему любимо и чем Он доволен. Пусть Он даст чистоту нашим душам, ибо Он их владыка и их покровитель. Ассаламу алейкум. Варахматуллах. Отвiği Отвищ tenha Остат дляр facts Отвищения вcl classrooms отправиться в não влагой рамку. Вт christ um истин iert